В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Продолжается благоустройство территории у кинотеатра «Искра». А на этом месте совсем скоро будет настоящий рай для наших мальчишек. Девчонок, здесь разместится водно-игровая площадка. На Москоксе прошло заседание рабочей группы по вопросам экологии. Есть обратная связь с Коксогазовым заводом. Инициативные жители продвигают свои проекты по благоустройству территорий. Финансирование у нас осуществляется из трех источников. В Витнам прошел очередной строительный штаб, развернутый у кинотеатра «Искра». Проходящий на еженедельной основе, он призван контролировать процесс благоустройства этой территории. О том, как сейчас обстоят дела на площадке, расскажет Екатерина Коваленко. Уже почти месяц на огороженной территории вокруг кинотеатра «Искра» кипит работа. И с каждой минутой долгожданное обновление этой площадки становится для нас все ближе. Чтобы проконтролировать ситуацию, на место приехал глава Ленинского района Валерий Венцель. Сколько у вас человек делится? На вчерашний день 38. В распоряжении строителей 13 единиц техники. Экскаваторы, самосвалы, мини-погрузчики. С их помощью работы ведутся по всем направлениям качественно и быстро, в соответствии с графиком. А если и случается от него отойти, то только для улучшения. Так, например, выяснилось, у нашего Тимаковского пруда есть особенность. Его ключи бьют не из-под земли, а каскадом, что в свою очередь задерживает воду. «Было нами высказано опасение и предложение по замене этого декоративного бетона по периметру водоема на настил на свае. Это деревянный настил, который справится на свае. Ему такие явления нипочем. Он у нас предусмотрен вот в этой части». Летом здесь, кстати, планируется оборудовать пляж. Появятся у «Искри» совершенно новые объекты – современная спортивная зона с памп-треком и скейт-парком. За игрой от яркими красками и зона фонтанов. Теперь это будет сооружение вровень с землей и наполнено игровыми элементами, что особенно порадует детей. Впрочем, на этом сюрпризы для наших маленьких жителей не заканчиваются. А на этом месте совсем скоро будет настоящий рай для наших мальчишек и девчонок. Здесь разместится водно-игровая площадка. С помощью пяти агрегатов дети смогут, например, понять, как же раньше вода текла под древним экведуком. Или узнать, как работает Архимедов Финт. Кстати, в Москве таких площадок всего пять. Затронет масштабное благоустройство и близлежащие к площадке дома. «Для того, чтобы все-таки подарок был подарком, мы все 20 домов, которые окружают территорию вокруг Кинотетра Искры, в этом году, также до конца октября, будем приводить соответствие в плане фасадов. И будут появляться новые фасады, которые будут радовать глаз наших жителей». Кроме того, в ближайшее время планируется создать горячую телефонную линию для жителей, обратившись на которую, можно уточнить любую информацию касательно благоустройства у Искры. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Экологические вопросы в работе московского коксогазового завода волнуют население муниципалитета. Чтобы держать ситуацию на контроле, местные власти инициировали создание рабочей группы, заседание которой прошло на предприятии. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. На московском коксогазовом заводе состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологии. Такие мероприятия проходят по инициативе жителей и администрации муниципалитета. И на них присутствуют сотрудники предприятия и экологи. «Раньше было сложно искать какие-то общие точки соприкосновения, да, решать вопросы. То есть сейчас есть обратная связь с коксогазовым заводом, а это значит, что мы будем добиваться дальнейших тех же природоохранных мероприятий и ответов на наши вопросы». Основной вопрос, который больше всего волнует население – периодические выбросы в атмосферу. Через своего представителя на таких встречах жители могут получить информацию от первоисточника. «Мы обсуждаем это также в Остяной районе, собираемся с представителями, с жителями, вернее, собираемся, обсуждаем все интересующиеся вопросы. Я их задаю также здесь сотрудникам коксогазового завода. Также мы обсуждаем эти вопросы. У нас есть чаты, которые нас природоохранные добавили в этот чат. Мы выкладываем всю информацию по измерениям. Они нам рассказывают, объясняют то, что действительно превышение это идет и от чего это может быть превышение от коксогазового завода или какие-то другие там сферы влияют». Фиксировать показания веществ, содержащихся в атмосфере, теперь жители могут с помощью специальных газоанализаторов, которые им выдали представители Всероссийского общества охраны природы. «Работает достаточно просто. То есть здесь забирается воздух, каждые три секунды происходит измерение, выкладывается на шкалу. Мы через специальное приложение у нас коллеги-активисты здесь скачали. У нас один прибор находится в купеленке, второй находится в красках. Соответственно, они производят замеры, выкладывают эти замеры на чат. И мы дальше анализируем, что происходит, в том числе и выявляем там источники». Со своей стороны Москокс постоянно работает над модернизацией экологического производства. Месяц назад на предприятии ввели в работу новый газгольдер. Он позволяет регулировать давление газа в системе. А скоро появится и другое оборудование. «Мы планируем ввести еще новую установку. У нас монтаж уже проводится на территории. Это установка предотвращения выбросов при наливе смолы в железнодорожные цистерны. То есть мы будем собирать, отсасывать все пары, которые у нас при этом будут производиться, и направлять их в печь на сжигание. То есть в атмосферу после этого, там температура очень высокая, практически ничего лететь не будет». Кроме того, сотрудниками завода также проводится мониторинг окружающей среды. Дмитрий Книга, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. В историку культурного центра прошло заседание комиссии по инициативному бюджетированию. Это механизм участия жителей в решении вопросов местного значения, недавно внедренной на территории муниципалитета. Со совместными усилиями граждан и местной власти уже воплощено несколько важных для людей проектов. В нюансах инициативного бюджетирования разбирался наш корреспондент Максим Козлов. Здесь все, как на экзамене строгая комиссия, проекты, которые необходимо защитить, и убедительность выступающего. Местные жители сами решают, что хотели бы сделать рядом со своими домами, представляют проект комиссии, и если он получает одобрение, то над воплощением его в жизнь работают, как говорится, всем миром. Это второй год, на самом деле, в Ленинском районе такая процедура происходит, инициативное бюджетирование. Заключается она в том, чтобы жители, непосредственно желающие благоустроить ту или иную территорию или были реализовать тот или иной проект с участием своих собственных денег, коллективных денег и, если честно, привлечением денег администрации Ленинского района и поселений, участвовать в тактных мероприятиях. В этом году в рамках инициативного бюджетирования получено 6 заявок. Большинство проектов касается благоустройства территории, организация парковок, мест для отдыха, детских и спортивных площадок. Один из довольно необычных проектов представила жительница микрорайона «Эковидная» Елена Шантер. Его цель – организация досугового места, создание амфитеатра на территории микрорайона. Проект вызвал немало споров. Жители микрорайона «Эковидная» уже имеют опыт участия в инициативном бюджете. В прошлом году здесь было реализовано три проекта, один из них – спортивная площадка. Елена признается, что хоть и волновалась, была уверена, что проект примут к рассмотрению. Волновалась, да, немного, но мне казалось, что проект достаточно требуемый населением и нашим районам. Боялась того, что будут задавать вопросы по нашей визуализации, как раз по отсутствию крыши, которые нет, на которые нужна, и по поводу того, как оно будет выглядеть именно у нас на берегу, который идет под наклоном. Участие в подобных проектах жителей – дело выгодное. Сами они вкладываются чисто символически и имеют возможность жестко контролировать исполнителей. А львиную долю расходов по проектам несут районные и городской бюджеты. Финансирование у нас осуществляется из трех источников. Первый – это основной источник бюджета Ленинского муниципального района. Составляет он более 75% в общей доле от суммы проекта. До 25% – это у нас бюджет поселения, потому что на территории поселения вопросы благоустройства относятся к их компетенции, к полномочиям. Ну и жители до 10%. Ну здесь могут как и жители сами, непосредственно физические лица участвовать в реализации проекта. Также и коммерческие организации, которые имеют право финансировать данный проект. Для того, чтобы идея воплотилась в жизнь, нужно сделать немало. Создать инициативную группу, подготовить проект, защитить его на конкурсе. Но эти усилия будут не напрасны, ведь речь идет о создании комфортной среды жителей. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В нашей постоянной рубрике «Дежурный по району» мы по просьбе жителей проверили некоторые площадки сбора твердокоммунальных отходов. Результат, увы, нас не порадовал. Подробности в нашем следующем сюжете. Уже полгода прошло с тех пор, как Подмосковье перешло на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В нашу редакцию стали поступать сообщения о сломанных контейнерах. Мы решили проверить эту информацию. Вот такое видео нам прислали неравнодушные жители Расторгуева. Сломанные контейнеры расположены около дома 24 на Петровском проезде. Кто и зачем их испортил, неизвестно. Но теперь оставшихся контейнеров для мусора явно не хватает. И это, увы, не единственный случай. На проспекте Ленинского комсомола между 8 и 10 домами сломанный контейнер лежит уже три месяца. Но местные жители уверяют, они здесь ни при чем. Кто сломал, они приехали, вот ставили, а он срывался. А, то есть, сама вот это срывалась? Это не мы виноваты. Этот контейнер тоже там стоит, который тоже надо выкинуть. А его заложили. Жители говорят, на днях сюда поставили четвертый контейнер вместо сломанного. Но почему-то последний так и не увезли. Впрочем, некоторые видновчане отмечают, что в целом с этого года ситуация с вывозом мусора улучшилась. Было, конечно, хуже. Год назад. А чем было хуже? Ну, тем, что он был. Вообще тут была свалка такая, что он просто лавиной лежал от помойки. Это далеко не одна была помойка в видном, где он так лежал. Нету какого-то определенного времени, которое вывозят, потому что можно прийти в одно и то же время, они будут или чистые, или вот, ну, там, тут приходится рядом класть, потому что к ним сложно пройти. Мы проверили еще несколько мусоросборочных площадок. В начале улицы Гаевского сломанных контейнеров мы не нашли. Здесь другие проблемы – запах и горы невывезенных отходов. На Гаевского, как видим, контейнеры целые, но заполнены под завязку. Но это скорее вопросы не к жителям, а к региональному оператору. Ну, здесь вот я проходила, здесь и там невозможно пройти, запах стоит, и грязь лежит. Туда дальше там тоже стоят сломанные контейнеры, и запах стоит, и мусор лежит на полу. То есть не в контейнерах, а около контейнеров. Елена Федорцова говорит о помойке за зданием на заводской 22Б. На нее жалуются многие и говорят, что львиная доля отходов сюда попадает из соседнего магазина. Впрочем, именно сегодня мусоросборочная площадка выглядела куда лучше обычного. А вот и сломанный контейнер. Местные жители говорят, что обычно тут пройти вообще невозможно. Дорога вся усыпана мусором. Всегда намусорено, и вот здесь никогда не подметается. Хоть бы продавцы их не подмели хоть когда-нибудь бы. Словом, работать над собой надо как региональному оператору, так и самим жителям, а также сотрудникам офисов и магазинов, которые тоже пользуются бытовыми контейнерами для отходов. По району дежурили Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Еще две медали в копилку своих наград положил российский пловец Евгений Рылов. На дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванжу, он выиграл серебро. Евгений Рылов проплыл дистанцию за 24,49 секунды. Другой российский пловец Климент Колесников выиграл бронзовую медаль. Победу одержал южноафриканец Зейн Лодо. Также мужская сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4 на 100 метров. За российскую команду плыли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Первое место заняла команда Великобритании. Второй результат показала сборная США. Ну а чемпионат мира завершился. Ждем российских спортсменов домой. Информация для телезрителей. С 5 августа на телеканале Видное ТВ изменится сетка вещания. Увеличится количество новостных выпусков. Вместо 5 премьерный показ плюс 4 повтора будет выходить 9 премьерный показ плюс 8 повторов. Свежий выпуск новостей телезрители смогут увидеть ежедневно в будни в 19 часов 30 минут. Все повторы также будут выходить не в начале, а в середине часа. А в 19.00 ждите анонс новостей на телеканале Видное ТВ. Мы работаем с вами и для вас. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин